Доброе утро Хорошая погода желает вам хорошее утро Друзья, в центре Европы, Оксана, есть удивительная страна, удивительный город Я имею ввиду Венгрию, я имею ввиду город Будапешт, где все написано и люди говорят на таком языке, который, казалось бы, со стороны невозможно выучить с первого раза Но вот о тонкостях, я думаю, мы сейчас поговорим Да, с нашим постоянным экспертом, замечательным блогером и заслуженным путешественником Александром Ждановым, Саш, доброе утро Саша, доброе утро Когда ты вернулся из Венгрии? Два дня тому назад, вот только что С пылу с жаром Да Как там погода, вообще, как там самочувствие всех-всех-всех, кто живет Хорошая, душевная и классная И там настолько было интересно, мне там так понравилось, что я готов сейчас вам рассказать столько интересных вещей Давай Так, вот что зацепило больше всего? Я тоже не был, честно скажу Ну, начнем с того, что это город-курорт, я был в Будапеште Город-курорт, вот мы параллельно показываем Да, два берега, Будда и Пешт И в первую очередь я поехал туда для того, чтобы обязательно побывать там в купальнях Потому что это фишечка Фишечка этой страны, там более 30 купалин на протяжении всего города С термальной водой, да? С термальной водой Это что-то не единственный вообще город и страна, где вот так много Столько, да, это курорт, это настоящий курорт для здоровья, для профилактики Ты хорошо выглядишь Спасибо Купался, конечно, конечно Я сходил в две знаменитых купальни сечений и Рудаш, которые расположены там в Будапеште И понимаю, что столько здоровья, столько... Энергии Энергии Это рыбацкий бастион, как бастион он никогда не использовался, если честно Но просто в древние времена там была площадь, на которой рыбаки продавали рыбу И так он теперь называется, рыбацкий бастион, но он очень красивый Смотрите, какое яркое архитектурное белое здание, которое видно с другой стороны Но там сейчас тепло, там градусов 22, 24, 25 Там тепло, но в первый день, когда я туда приехал, был дождь, ровно как и здесь в Петербурге То есть в первый день мне пришлось там перебежками бегать Не удивил Будапешт А это что за площадь, я расскажу Это площадь там в рыбацком, так раз в бастионе И самый главный вид, который открывается за вот этими... Это вот знаменитая площадь героев? Нет, площадь героев находится в другом месте, потому что венгрии в принципе очень читят свою историю И это одно из обязательных мест, когда ты приезжаешь сюда Саша, свой парень в кедах Вот он сидит, приехал, только-только с самолета Вот, смотрите, зелень, там же действительно погода там правда хорошая И тепло, и я там... Хорошо, но ты побывал практически везде Вот для тех людей, для нас, Оксаны, кто не был никогда в Будапештске, кто не был никогда в Венгрии Вот куда обязательно нужно прийти, что нужно посетить, что нужно увидеть, чтобы составить полную картину об этой стране, в частности об этом красивейшем городе? Как петербуржец я могу сказать, что у меня там была определенная часть моей экскурсии, я пошел по культурным местам Национальный музей изобразительных искусств Значит, здание оперы, театр оперы Государственный музей То есть там столько музеев и таких очень приятных мест для посещения к культурному человеку, как Петербург И первые там пару дней я ходил только буквально по ним То есть буквально попадаешь в центральный район Санкт-Петербурга, по идее то же самое Да, да, да Заходишь в музей изобразительных искусств и наслаждаешься местной историей, местной культурой А вот в чем особенность Венгрии? Что ты для себя подметил? Такое, что нигде не видел? Фишечка, это, как я говорил, это то, что город-курорт То, что вот эти вот самые главные купальни, о которых мы говорили, их нигде больше нету Я влюбился за это в Будапешт, и я понимаю, что я обязательно туда снова вернусь только ради этого Ради того, чтобы омолодиться, получить оздоровительный, так сказать, приток сил Но помимо здоровья, помимо культурной программы, была еще программа, мы знаем, развлекательная, это было в зоопарке В зоопарке, да Что за зоопарк? Значит, во-первых, очень необычная история, возвращаясь опять-таки к тем же самым купальным Например, купальные сечения себя рекламируют и говорят, что они подают воду, минеральную воду в зоопарк и в вольер с бегемотами Вот, смотри, да, мы видим, как взвешивают директора зоопарка Кал, посмотрите, чешут за ушками, и это процесс взвешивания кал В присутствии, да? Да, да, ты смотришь, как берут калу, как ее взвешивают Как она утром поела, они понимают, с каким весом она придет в вечер свой Ну, это же редкость, потому что, понимаете, каллы же водятся только, я считаю, в Австралии В Австралии, да И в Венгрии, ну, это исторический факт Каллы в Австралии и в Венгрии А есть животные, которые ты увидел там в первый раз в жизни? В первый раз в жизни нет, наверное, таких животных прям нет Зато я первый раз в жизни увидел, как играют на бокалах Прямо около моего отеля сидит венгер местный, который любую мелодию может вот так быстренько тебе наиграть От классики до... А любой, даже по заказу, да? Я так раз хотел бы заказать... Да, 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 я слушала, очень красиво играет Я хотел заказать ему Катюшу, потому что я был там так раз в момент 9 мая, во время праздника Я захотел, чтобы он вот на своих стаканчиках сыграл нашу знаменитую Катюшу, да Потому что он играет все что угодно, пожалуйста Классно! Я всегда спрашиваю людей, которые приехали либо из какой-то страны, из какого-то города Я спрашиваю всегда про кухню Вот мы до этого видели перчики, но мы знаем, что это фирменная история Перцы привозят в качестве сувенира, перцы везде продаются, да? Вот что из блюд, что из кушаней, из национального, ненационального, что понравилось? Вот что стоит заказать в каком-нибудь ресторанчике? Ну, начнем с того, что, во-первых, лангош Это определенная лепешка, которая делается из обычного теста, которая продается прямо там на улице везде Одна вещь, одна вкусность, которую я специально хотел попробовать именно там, это торт Эстерхази Потому что это миндально-шоколадный торт, названный в честь Венгра, знаменитого дипломата венгерского Эстерхази И он там есть в каждой, опять-таки, кофейне, и ты знаешь, что ты пробуешь местную вкусность Но, естественно, гуляш Венгерский гуляш, его знают вообще все Это черный гуляш, это черная икра Это хлеб, притом без активированного угля, как я первый момент подумал Потому что, ну, почему он такой черный? Это хлеб, действительно, Саша? А почему он такой черный? Он специфичен, они говорят, что это наша тайна, мы никогда не расскажем Ты попробовал? Я попробовал Попробовал Необычно, скажем так, необычно Необычный хлеб? Один день, сколько в среднем стоит? Вообще, ты чувствуешь себя богачом, потому что, когда ты приезжаешь в Венгрию непосредственно в Будапешт И меняешь, там, допустим, евро или доллары на местную валюту То у тебя огромная пачка местных форинтов Ой, я хочу туда Я прям очень хочу, просто почувствуйте раз в жизни Я общался на английском, но венгерский язык очень такой специфический, очень сложный Зато там есть слово из 44 букв на венгерском языке, которое попало даже в книгу И к рефлексотерапии Это попало даже в книгу рекордов Гиннеса сейчас Саша, заинтриговал обязательно, надеюсь, мы с тобой съездим или поедем Ну, если будут дешевые авиабилеты, мы, естественно, съездим Спасибо вам большое